всем привет меня зовут Даня и мы рисуем вместе с вами сегодня мы нарисуем акварелью горный красивый пейзаж нам нужна сама акварель кисточки разных размеров и баночка с водой начинаем работу мы с разметки мы берем маленькую кисть и в нашем листе начинаем размечать горы которые у нас будут я беру синий цвет размытой водичкой сильно потому что я как набросок сейчас буду делать и начинаю намечать горы сверху будет небо потом границы гор примерно посередине листа или чуть выше намечаю на вершину вторую здесь еще такая маленькая будет дальше начинаю намечать снежные верхушки здесь допустим между ними здесь такая снежная верхушка пусть уходит все вниз здесь можно абсолютно разные делать здесь допустим пусть поменьше набрать снега будет здесь и пусть здесь еще в ущелье где-нибудь лежит и так наметила наши горы дальше начинаем рисовать сверху небо небо у меня будет на закате закат будет красивый такой пастельными оттенками начинаем рисовать его самых светлых цветов самый светлый цвет у меня будет желтый я эту работу по ходу придумал меня на это вдохновила просто фотография какая-то гор и не захотелось что-то нарисовать подобное и сейчас просто без образца придумываю по ходу красивые будут освещенные закатным солнышком облака я их беру и прям начинаю его постепенно вливать прям желтый и к ним сейчас буду добавлять постепенно другие цвета которые буду использовать в работе это будет например пурпурный я беру и прям начинаю его постепенно вливать прям желтый верхушки облаков у меня будут пурпурные низ желтенький прям размываю на границе чтобы они были плавные и уважаю наверх можно делать более яркие можно делать наоборот более размытые кто какого эффекта хочет добиться прям над горами я наоборот хочу сделать более такой темное облако где надо можно размыть потом просто водичкой чистой кистью более темная у меня будет таким фиолетоватым я нашему пурпурному беру подмешиваю синий или можно это прямо на листе даже делать и она прямо у меня пусть будет такое прямо за горами как будто лежит так и осталось сделать основной цвет неба я сделаю своим любимым синим цветом беру и начинаю прокрывать все вокруг если где-то тоже будет что-то смазываться перетекать один цвет другой это прекрасно на горы не заезжаем их оставляем контуром дальше мы будем проработать так и И в верхнюю часть. Намеренно размываю вот эту границу, чтобы прям потекло один цвет, другой. И, пожалуй, чуть-чуть еще пурпурного добавлю сверху. С небом пока все. Пусть она немножко подсыхает. Я беру кисточку поменьше и начинаю прорабатывать горы. Горы я буду делать синим цветом, таким же, как их намечала. И к нему буду подмешивать коричневый. Всего два цвета буду использовать. Если вдруг понадобится, потом еще, может быть, какие-то. Начинаю прям прокрывать. Снег, который мы наметили на склонах, я просто не трогаю. Он у нас останется белым. Никаких белил в этот раз в работе мы использовать не будем. Я прокрываю не полностью весь фон горб, а намеренно кладу вот все такими мазками. Как будто там прям такие скалы, ущелья. Потом их буду еще немножко прорабатывать, но не сильно. Продолжение следует... У меня вот с этой стороны гора будет посветлее. И с этой я использую уже более насыщенный синий цвет и подмешиваю в него коричневый. Получается вот такой красивый оттенок. Продолжение следует... Продолжение следует... И прокрываем фон на вот этих наших горах прям до самого низа. Снизу проработки меньше. Просто закрашиваем цвета. Потому что у нас там еще будут елочки. Мы их начнем после горы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, основной цвет прокрыла. Сейчас еще более темным буду прорабатывать сверху все. Еще более насыщеннее беру коричневый с синим. У нас все-таки закат. На закате все силуэтом виднеется. Силуэт темный. Вот это больше проработаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень красивое сочетание цветов получается. На мой взгляд, по крайней мере. Главное тоже не переборщить. Слишком много не прорабатываем. Горки сделали, когда оставляем работу подсохнуть. И после этого приступим к елкам на переднем плане. Все, я оставляю сохнуть. И потом продолжаем. Чуть-чуть моя работа подсохла. Не совсем. Но если что-то потечет, в этом, наоборот, своя прелесть есть. Я беру темный болотный зеленый. Обязательно темно-болотный. Не какой-то другой. К нему тоже буду подмешивать синий и коричневый. Получится такой красивый, насыщенный темный оттенок зеленого. И им мы сейчас начнем намечать елки. Елки я сначала намечаю тонкой-тонкой кистью. Потом начинаю прорабатывать. Допустим, здесь у меня елочка большая будет. И начинаю размещать в листе их. Здесь еще высокая. Здесь тоже пусть высокая будет. Помечаю их с цволы. И потом начнем прорабатывать хвой рисовать. А вот здесь уже, например, пониже. Такой будет красивый еловый лес. Здесь, допустим, еще пониже. Размещаем их теперь внизу от гор. В хаотичном порядке, как нам хочется. И дальше начинаем прорисовывать с верхушек вот этих основных. Смешиваем прям еще насыщенный цвет. Еще раз напомню, мы смешиваем болотный зеленый темный, синий, который использовали, и коричневый снова. Получаем такой насыщенный, красивый, глубокий зеленый цвет. И начинаем рисовать с верхушки. У нас верхушка самая тоненькая. И дальше елочка у нас похожа, не знаю, как назвать, на щеточку такую. Начинаем ее прорисовывать потихонечку. Веточки у елочки смотрят вверх. Постепенно добавляем еще и еще. Так прорабатываем каждую елку, каждую верхушку. А снизу уже сейчас будем больше такими пятнами рисовать. Елки должны были быть сильно такими насыщенными. Потому что они у нас на фоне гор, такие темные, в лесу стоят. И они у нас еще на переднем у нас плане должны сильно выделяться. И постепенно дорисовываю еще какие-то верхушки, которые я сразу не наметила. Потому что у нас везде такой плотный лес будет стоять. Продолжение следует. Продолжение следует. И везде – везде, везде. Хорошо. Продолжение следует. И везде. Продолжение следует... Продолжение следует... Так продолжаем все верхушки и постепенно заполняем передний план. Очень аккуратно, кропотливо это делаем, чтобы они прям так натурально хорошо выглядели. Я не только наш смешанный цвет просто использую, я еще беру отдельно, подмешиваю синий, коричневый, чтобы все было не скучно одним цветом, а прям мазками. Какие-то у нас просто более на переднем плане, какие-то подальше. Все немножко разные. И сейчас верхушки уже сделала, я возьму кисточку побольше, чтобы побыстрее пошло дело. И сначала прокрою прям более широкими мазками, а потом по верху еще пройдусь. Вот эти основные наши елочки. Даже, пожалуй, еще красный, пурпурный кое-где я буду подмешивать, чтобы у нас верхняя часть листа и нижняя, они так соединились тоже немножко по оттенкам. Не сильно, не перебарщивая с этим. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и все. Работу закончили. По-моему, очень классная по оттенкам и по цветам получилась. Пробуйтесь. Надеюсь, у вас тоже классно получится. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. И до новых уроков. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...